Спасибо большое, глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Мне, с одной стороны, легко, с другой стороны, сложно сделать некое заключение в своем выступлении, поскольку мой доклад оказался заключительным. Но, тем не менее, давайте попробуем это сделать. Метастазы меланома в центральную нервную систему с мутацией в гений Бераф. Что же мы сегодня знаем? Как уже говорил Данил Львович, я продемонстрирую это на слайде, мы понимаем, что, в общем-то, пациенты с метастатическим поражением головного мозга недопредставлены в рандомизированных клинических исследованиях третьей фазы. И при этом мы понимаем, что таких пациентов у нас может быть до 50%. И метастазы в головной мозг у пациентов реализуются в течение их болезни достаточно часто. То есть почти у каждого второго пациента рано или поздно эти метастатические очаги в головном мозге появятся. И если пытаться, в основном, с одной стороны, утрированно подойти, а с другой стороны, то, на чем мы основываемся в выборе терапии, то пациенты с метастатическим поражением головного мозга делятся на пациентов с наличием симптомов со стороны центральной нервной системы, которые могут быть обусловлены отеком или расположением очагов, и пациенты с бессимптомным течением, у которых нет симптомов со стороны центральной нервной системы, нет выраженной зоны отека вокруг тех метастатических очагов, которые были выявлены по данным магнитно-резонансной томографии. И как вы уже прекрасно услышали в ходе выступления Данила Львовича, вне зависимости от статуса мутации Евгения Бераф, если у пациента нет симптомов, ему не требуется назначение глюкокортикостероидной терапии, нет выраженной зоны отека вокруг метастатического очага в головном мозге, который при этом не вызывает симптомы, но нуждается, возможно, в глюкокортикостероидах. То есть если пациент без симптомов, не нуждающийся в назначении глюкокортикостероидной терапии, то, конечно, выбор системной терапии первой линии очевиден, это проведение комбинированной иммунотерапии антипеди-1 в сочетании с антистилей-4. И здесь я представила последние данные СМО 2021 года, финальный трехлетний анализ из исследования ЧЕКМЭЙТ-204, но, конечно, когда мы анализируем результаты комбинированной иммунотерапии, как уже здесь звучал вопрос, мы должны обращать внимание на детали, какие пациенты включались в это исследование. И здесь по критериям включения в 204 исследование это были метастатические очаги размером до 3 сантиметров. И все те результаты, которые представлены для данной категории пациентов, мы видим исключительно для данной подгруппы пациентов. И еще одним критерием в этом исследовании было наличие возможности проведения стереотоксической радиохирургии до назначения эпинива. И еще одно исследование, это исследование 170 по комбинации эпинива и нива в монотерапии. Это последние также обновленные результаты АСКО 2021 года, пятилетние результаты, где нюансом, критерием включения были наличие очагов уже до 4 сантиметров. То есть это результаты, по сути, комбинированной иммунотерапии для пациентов с метастатическими образованиями в головном мозге до 4 сантиметров без предшествующей локальной терапии. Поэтому, конечно, когда мы анализируем те или иные результаты, мы должны понимать, какие же пациенты включались в клинические исследования. И все клинические исследования для пациентов с метастатическим поражением головного мозга представлены либо для второй фазы клинического исследования, либо это какие-то ретроспективные данные или данные реальной клинической практики. Но смотрим дальше. И, скорее, мой доклад, вторая моя часть будет посвящена в большей степени этому. Пациенты с наличием симптомов со стороны центральной нервной системы, с наличием зоны отека вокруг имеющихся метастазов, которые требуют назначения дегидратационной терапии, которая, естественно, включает назначение глюкокортикостероидов как первый выбор терапии с точки зрения попытки снизить отек. И вне зависимости от мутации в гении Бираф, конечно, мы понимаем, что комбинированная иммунотерапия обладает ограниченной эффективностью. И тут мы уже должны пытаться соблюсти некий баланс между возможной эффективностью иммунотерапии и тем, что необходимо пациенту назначить. И вот здесь мы, опять же, обращаемся к исследованию Checkmate 204, где пациенты с наличием симптомов, получающие иммунотерапию, которые уже демонстрировал Данила Львович, имеют низкую, в общем-то, эффективность. И то, что здесь представлена эффективность, есть некая выживаемость без прогрессирования, то это скорее исключение, чем правило. Это те единичные больные, которым удалось достичь ответа, которые были высокочувствительны к иммунотерапии. Частота объективных ответов энтрокраниально минимальна, порядка 22%, и медиана выживаемости без прогрессирования 1,2 месяца. То есть, по сути, эти пациенты прогрессируют в ближайшие месяцы от назначения иммунотерапии. И все немного по-другому складывается, если у пациентов есть мутация в гене-бираф. То выбор системной терапии первой линии, конечно, у симптомных больных будет строиться в первую очередь на таргетной терапии. И скорее вот этот слайд, он представлен как такой исторический момент назначения монотерапии брав-ингибитором с того времени, когда появилось понимание, что таргетная терапия у пациентов с метастатической меланомой работает, и было понимание лишь про монотерапию брав-ингибиторами. Поэтому сегодня, конечно, мы когда назначаем таргетную терапию, то это всегда комбинированная таргетная терапия. И этот слайд приведен лишь для того, чтобы, если вдруг вам захочется назначить по каким-то причинам монотерапию брав-ингибитором, то лучше так не делать. Мы понимаем, что особенно у пациентов с симптомными метастазами в головной мозг, это лечение будет давать кратковременный результат. Поэтому стараться нужно назначить, если мы выбираем таргетную терапию, то комбинированную таргетную терапию. Но на моей памяти не было ни одного больного, у которого были бы 100% абсолютные противопоказания для назначения ингибитора МЕК. Поэтому скорее, если мы встречаемся в практике с тем, что пациенту был назначен монотерапией ингибитором брав, скорее это какая-то история с отсутствием препарата. Но лучше так не делать. И основными исследованиями, первое исследование, которое было опубликовано после понимания того, что комбинированная таргетная терапия работает лучше при метастатической меланомии, это исследование Комби-МБи 2017 год. Здесь 4 когорты пациентов и когорта Ди с симптомными метастазами в головном мозге, куда вошло 17 пациентов, которые могли получить локальную терапию или могли ее не получать, получали таброфенип строметенибом. Здесь не было ограничений по стероидам при включении в это исследование. И в когорте Б все пациенты получили локальное лечение. Давайте посмотрим на результаты. Для когорты Ди для пациентов с наличием симптомов частота объективных ответов интракраниально составила 59%. При этом медиана общей выживаемости 11,5%. Да, это хорошо, но мы понимаем, что, конечно, нам все равно этого недостаточно, и хотелось бы эти результаты улучшать. Но, тем не менее, 2017 год нам привнес возможности назначения комбинированной таргетной терапии, в том числе для пациентов с наличием симптомов с метастатическим поражением головного мозга. Еще одно, на мой взгляд, очень интересное исследование, которое нам еще поможет ответить на один дополнительный вопрос, которое было представлено на АСМ этого года, буквально недавно. Это исследование энкорофениба с бенеметенибом с интересным дизайном. Там было две агорта пациентов. Одна для пациентов с бессимптомными метастазами, и вторая как раз-таки для пациентов, которые результаты были представлены на АСМ этого года, для пациентов с наличием симптомных метастазов в головном мозге. Это энкорофениб с бенеметенибом в стандартном режиме дозирования. В течение двух месяцев терапия проводилась, выполнялась МРТ головного мозга, выполнялась КТ-оценка по всем органам и системам. И если у пациентов удавалось достичь либо стабилизации болезни, либо частичного ответа, то рассматривался вопрос о проведении лучевой терапии. Это как раз к вопросу о том, когда проводить лучевую терапию и проводить ли лучевую терапию, например, в случае, если мы выбираем в качестве терапии первые линии, таргетную терапию, убрав позитивного больного. Если у пациента наблюдался полный ответ интракраниально, то лучевая терапия откладывалась до того момента, когда у пациента развивалось прогрессирование болезни интракраниально. То есть у нас в запасе был некий вариант терапии. И если прогрессирование болезни было только исключительно по головному мозгу, то локальная лучевая терапия также рассматривалась, и комбинированная таргетная терапия инкарафинибом-бениметинибом продолжалась. Данные представлены для когорта пациентов с симптомами. Их было 15 пациентов на момент публикации этих результатов. Посмотрите на частоту объективных ответов интракраниально, на 73%. И это действительно большое число для пациентов с наличием симптомов. При этом, если мы посмотрим на сумму таргетных очагов в центральной нервной системе, то медиана составляет более 5 см. То есть это те реально больные с крупными метастатическими очагами. От 3 см до 7 см, как здесь представлено на данном слайде. Использование глюкокортикостероидов. Конечно, большинство пациентов, 14 из 15 пациентов, получали глюкокортикостероидную терапию, нуждались в ее назначении. И вариантами лучевой терапии, которая была использована в последующем, это была локальная лучевая терапия у 3 пациентов, и полное облучение головного мозга у 7-5, лучевая терапия не была проведена в последующем. И мы можем оценить медиану выживаемости без прогрессирования, которая ставилась в том числе целью данного исследования, которая составила интракраниально 9,3 месяца. Это хороший результат для пациентов с симптомами и с такими крупными метастатическими очагами в головном мозге. При этом 12-месячная выживаемость без прогрессирования порядка четверти больных. Медиан общей выживаемости 18 месяцев. И 18-месячная общая выживаемость, которую удалось оценить на момент публикации, составляет 62%. Конечно, для такой подгруппы пациентов с средним размером метастатического очага в головном мозге 5 см с наличием симптомов, получающих глюкокортикостероидную терапию, подход к комбинированной таргетной терапии с последующей лучевой терапией через 2 месяца, может быть с одной стороны эффективен, а с другой стороны и в том числе безопасен. Еще одним интересным исследованием, пусть и с небольшим числом пациентов, представленным на ЭСМО этого года, было исследование, которое изучало эффективность иммунотерапии у пациентов с симптомами и получающие разные дозы глюкокортикостероидов. Несколько групп пациентов включалось в это исследование. Одна из них – эпилиумаб с невулумабом. И были две подгруппы – группа С и группа Д – в зависимости от дозы преднизолона. Доза преднизолона до 25 мг или свыше 25 мг. И еще одна группа для пациентов с наличием мутации в генебираф. Они получали комбинированную таргетную терапию и потом переход на эпиниво. Но интересным нюансом этого исследования было то, что получали таргетную терапию они не до прогрессирования болезни, а в течение 4 недель для того, чтобы уменьшить проявление интракраниально, уменьшить симптомы и, возможно, попытаться снизить дозу глюкокортикостероидной терапии и подготовить пациента для получения эпиниво. Здесь доза преднизолона была более 10 мг в день. Основной целью этого исследования было оценить 6-месячную выживаемость без прогрессирования и 6-месячную общую выживаемость. Что же было получено? Посмотрите, здесь представлены три группы. Это эпилемумаб с неволумабом в двух разных дозовых режимах по преднизолону до 25 мг или свыше 25 мг. И группа Е – те пациенты, которые 4 недели получали комбинированную таргетную терапию. Обратите внимание, медиана исходной дозы преднизолона в группе пациентов, которые получали в течение 4 недель комбинированную таргетную терапию, составила 87 мг. То есть это действительно высокая доза и пациенты с наличием симптомов. При этом мы понимаем, что у этих пациентов, которые получали 4 недели таргетную терапию, число органов с метастазами было наибольшее. Из этих трех подгрупп 6. И у одного пациента ранее была выполнена даже хирургическая резекция до назначения таргетной терапии по поводу метастатического поражения головного мозга. Давайте посмотрим на выживаемость без прогрессирования. Представлены данные по 6-месячным показателям. И общая выживаемость. И та подгруппа пациентов, которая получала 4 недели таргетной терапии, переход на эпиниво, демонстрирует обнадеживающие результаты. Если мы посмотрим на это в цифрах, то 6-месячная выживаемость без прогрессирования составила 33%. Медиана выживаемости без прогрессирования 2,7 месяцев. 6-месячная общая выживаемость 83%. И медиана общей выживаемости не достигнута. Но что интересно, то, чего мы пытаемся добиться, зачем мы назначаем таргетную терапию? Для того, чтобы снизить дозу стероидов, для того, чтобы уменьшить симптомы. И здесь представлена доза преднизолона до и после назначения брафомиоконгибиторов. И мы видим, что у большинства пациентов удалось снизить дозу преднизолона в данном случае. У кого-то полностью снять с терапии глюкокортикостероидами, а кого-то уменьшить в 2-3 раза. Поэтому, конечно, это некая опция для тех пациентов, у которых мы не знаем, что делать. Поскольку идея в том, что таргетная терапия имеет ограниченное количество времени, и добавить иммунотерапию хочется, потому что у пациента с наличием мутации в гене-бираф, и тем более с симптомными метастазами в головном мозге, шанса на вторую линию терапии может не быть. Поэтому, конечно, такой подход, такие исследования в настоящее время ведутся и продолжаются. И вот те данные, которые я представила, на небольшом числе пациентов, но уже сегодня позволяют нам делать некие выводы в отношении тактики лечения. Но основное исследование, которое мы сегодня считаем базовым в отношении выбора терапии для пациентов с наличием симптомов, это исследование Трикотель, сочетание таргетной терапии и иммунотерапии, веморофениб, кобиметениб и отезолизумаб. В когорте два пациента были с наличием мутации в гене-бираф, туда включались как пациенты с наличием симптомов, так и бессимптомные пациенты. И вот такое вот использование вводной фазы, как мы все хорошо знаем, веморофениб, кобиметениб и отезолизумаб, тройная комбинация отезолизумаб присоединяется спустя месяц после таргетной терапии. И мы понимаем, что в течение месяца использования таргетной терапии, участия пациентов, симптомы могут уменьшиться в связи с уменьшением проявлений болезни, и доза глюкокортикостероидов также может уменьшиться. Это были некие предпосылки, которые и влегли в основу данного исследования. При этом мы видим, что пациентов с симптомами, если всего было в эту подгруппу включено 65 пациентов, то пациентов с симптомами было 24, и они нуждались в назначении, часть из них в назначении глюкокортикостероидной терапии. При этом уровень ЛДГ был повышен или просто выше верхней границы нормы, либо выше двух верхних границ нормы у большинства пациентов. Посмотрите, медиана выживаемости без прогрессирования у пациентов с симптомными метастазами в головном мозге составила 7,2 месяца, 6-месячная выживаемость без прогрессирования 57%. При этом частота объективного ответа интракраниально составляет 58% и медиана длительности этого ответа 10 месяцев. То есть мы понимаем, что, в общем-то, конечно, мы можем продлить иммунотерапию, эффект таргетной терапии. И если мы сравним с другими существующими сегодня данными исследований, медиана выживаемости без прогрессирования только лишь для таргетной терапии, например, Даброфенибом с Трометенибом из исследования КомБМБ составляет 5,5 месяцев для исследования Чекмейт-204, Ниволумаб с Эпилимабом 1,2 месяца, то, что я демонстрировала для симптомных больных. Медиана общей выживаемости для пациентов с симптомами в этом исследовании составила 16,6 месяцев, с показателем 6-месячной общей выживаемости 75%. При этом также это исследование продемонстрировало, что в течение месяца вводный курс таргетной терапии может позволить нам уменьшить количество стероидов, которые получает пациент, тем самым подготовить его к получению в последующем иммунотерапии. И говоря уже в заключительной части, сведя все данные исследования, которые я сегодня представила для симптомных больных, посмотрите, это КомБМБ, здесь взята только подгруппы для пациентов с наличием симптомов. КомБМБ, все пациенты с мутацией в гене-биравчек, МЭИ-204 и 170, там были как пациенты с наличием мутации, так и с отсутствием мутации. Исследование по энкарафенибу и сбениметенибу плюс лучевая терапия спустя 2 месяца. И брафомек ингибиторы в течение 4 недель и дальше иписнива, переход, не дожидаясь прогрессирования. Исследование трикотель, тройная комбинация вемарафениб, комбиметениб и отезолизумаб. Посмотрите, мы видим обнадеживающие результаты для сочетания комбинированной таргетной терапии с последующей лучевой терапией через 2 месяца, когда мы оцениваем эффект и видим, что у пациента стабилизация болезни или частичный ответ. Но наилучший результат сегодня нам демонстрирует вторая фаза клинического исследования трикотель, вемарафениб, комбиметениб и отезолизумаб, где частота объективных ответов составляет 58%, но при этом медиана выживаемости без прогрессирования 7 месяцев, медиана общей выживаемости 16 месяцев. И говоря про показатель 6-месячной выживаемости без прогрессирования, она составляет более 50%. Таким образом, говоря в заключении, если у пациента нет симптомов, вне зависимости от статуса мутации в гении Бираф, выбор системной линии терапии первой линии очевиден, это проведение комбинированной иммунотерапии и пелемумабом, и неволумабом, при том, что дозы пелемумаба 3 мг на килограмм, неволумаба 1 мг на килограмм, это те дозовые режимы, которые изучались в этих исследованиях. У пациентов с наличием симптомов и мутации в гении Бираф это проведение комбинированной таргетной и иммунотерапии вемуруфенип, кобиметинип, отеза лизумаб. Сегодня зарегистрирована данная комбинация. Что нам позволяет назначение таргетной терапии сделать? Снизить дозу и потребность в глюкокортикостероидной терапии. Также сегодня мы понимаем, что у нас есть исследования и данные о возможном безопасном и при этом эффективном проведении лучевой терапии на очаги в центральной нервной системе через 2-3 месяца после того, как мы оценили эффект таргетной терапии. И в случае, если у пациента не достигнут полный ответ, а достигнута стабилизация болезни или достигнут частичный ответ, потому что мы понимаем, что эффект таргетной терапии конечен. Для того, чтобы улучшить локальный контроль или в случае прогрессирования, как опция терапии. И переход с таргетной терапии на иммунотерапию, через 1 месяц терапии без прогрессирования, он изучается. В данном исследовании будет увеличен набор пациентов до 20 по плану. Я представила данные для 6 пациентов, которые были представлены только лишь на эсме этого года. Поэтому подождем результаты. Благодарю вас за внимание.